Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюз. Для тебя все самые свежие и актуальные новости студенчества. В студии я, Анна Глазунова. Итак, смотри сегодня. Решим проблемы, сообща. В КФУ состояло заседание экспертного совета по общественно-политическим вопросам. В начале выпуска мы хотели бы поздравить и выпускников бывшего журфака и студентов Высшей школы журналистики КФУ. 24 марта 1962 года министр высшего и среднего специального образования РСФСР Всеволод Столетов подписал приказ об организации кафедры журналистики в Казанском государственном университете. Так что с 55-летним юбилеем журналистского образования в Казанском федеральном университете, дорогие коллеги. А мы продолжаем. 24 марта в КФУ состоялось заседание экспертного совета по общественно-политическим и этно-конфессиональным вопросам, на котором обсудили итоги социологических исследований за первый квартал 2017 года. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. В пятницу 24 марта состоялось заседание экспертного совета по общественно-политическим и одноконфессиональным вопросам при Казанском федеральном университете. Цель вот этих встреч, это собственно вот, чтобы в ходе дискуссии родилась собственная мысль, оригинальная мысль, что делать дальше, как оценивать ситуацию. Есть различные методики оценки ситуации, да, есть модели дальнейшего развития. Вот это вот очень важно и не случайно, что это Казанский университет, потому что университет, любая площадка университетская, не только в Казани и в других городах, у нас всегда считается наиболее как бы приемлемой площадкой, где могут встретиться люди различных взглядов, открыто эти взгляды высказывать. Представители научно-экспертного сообщества, специалисты в сфере общественно-политического развития, реализации государственной национальной политики, конфессиональных отношений обсудили итоги социологических исследований, проведенных в первом квартале 2017 года. Хотел отметить, что сегодняшнее заседание, оно такое знаковое с точки зрения того, что будет обсуждаться фактически итоги работы, или вернее, итоги исследований научных исследований в 2016 году, фактически первый квартал уже 2017 года. Актуальность всей этой большой работы с точки зрения органов государственной власти очень велика, потому что мы, прежде всего, держим руку на пульсе и понимаем, что происходит в этой национальной сфере, в сфере общественно-политических отношений. И, безусловно, предложения, те изыскания, которые проводят ученые, дают рекомендации, мы их используем в работе. Со своими докладами в этот день выступили ответственный секретарь экспертного совета Андрей Большаков и заместитель председателя Центра по изучению экстремизма, дискриминации, ксенофобии Татьяна Титова. Выступление Андрея Большакова было посвящено вопросам социального самочувствия и отношению татарстанцев к основным общественно-политическим тенденциям по итогам ежеквартального мониторинга, проведенного в марте 2017 года. Доклад Татьяны Титовой был основан на оценке общественного мнения о межэтнической ситуации и ситуации в религиозной сфере в Республике Татарстан. После обсуждения выступления члены экспертного совета договорились в рабочем порядке направить свои рекомендации к итогу мудоклада по исследованию 2016 года, а также сформулировать предложения научно-методического характера для уточнения методики исследований и практического применения их результатов. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюс. Юридический факультет КФУ славится как один из самых известных высших образовательных юридических учреждений России. Студентами юридического факультета были многие известные философы, мыслители, крупные ученые и практики. Поступить сюда хочется каждому, но удается лишь лучше. Как же быть? Возможно, перед поступлением стоит пройти испытательный срок, как и поступили герои нашего следующего сюжета. Вступление в студенческие ряды такого известного вуза, как Казанский федеральный университет, является, пожалуй, заветной мечтой многих школьников. Особо смышленные среди них не стали дожидаться окончания школы, выпускного и вступительных экзаменов. А уже сейчас решили испытать всю прелесть студенческой жизни. Именно для тех, кто спит и видит, как бы ему стать выдающимся юристом, студенты юридического факультета КФУ организовали проект ознакомительного характера «Испытательный срок». Его суть заключается в том, что мы приглашаем аппетриентов на наш факультет побывать в качестве студента на лекционных и семинарских занятиях и почувствовать на себе все прелести учебы на юрфаке, побывать в студенческой столовой, в деревне универсиады и посетить все наши музеи. Участники проекта «Испытательный срок» посетили музей университета с более 200-летней историей. Познакомились с аудиториями вуза, практикой работы в лаборатории криминалистики и еще многое другое. «Испытательный срок» успешно укрепил желание школьников становиться студентами КФУ. А почему их выбор пал именно на юридический факультет, ребята рассказали сами. «Я считаю, что это интересно. Я человек сам по себе бюрократический, больше правильный и считаю, что это профессия для меня». «Это я точно знаю, что именно КФУ, потому что моя мечта, моя мама закончила, моя бабушка закончила, вот этот федеральный институт. Поэтому я с твердыми намерениями и на юрфак, потому что я считаю, что юридический, как закон, это человек закон и человек власти больше». «Мои ожидания оправдались. Я очень, если честно, под впечатлением от этого всего. Здесь очень здорово. Я хочу сюда поступить и надеюсь, что у меня получится». Данное мероприятие позволило будущим абитуриентам увидеть жизнь юридического факультета КФУ изнутри, а также развеять все сомнения в выборе «Альма-Матер». «Я хочу поступить в КФУ!» Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. В домах по всему миру ровно на один час погаснет свет. Нет, причиной этому станут не перебои с электричеством, а ежегодная акция «Час Земли». Все это делается для того, чтобы люди стали бережнее относиться к ресурсам природы. Акция «Час Земли» уже успела приобрести популярность в разных странах мира. И Казанский федеральный не стал исключением. Присоединяйся и ты. «Меняй себя, а не планету. Выключи свет на час вместе с теми, кого волнует будущее Земли». К таким девизам призывают жители Всемирный фонд дикой природы. «Час Земли» — это глобальная ежегодная международная акция, которая проводится в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в один из дней в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. В этой акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 175 стран. Впервые «Час Земли» был организован в 2007 году Всемирным фондом дикой природы в Австралии. Уже на следующий год к «Часу Земли» присоединились 35 стран мира. И Россия с 2009 года стала принимать участие в этой акции. А Казань является одним из самых активных городов России, принимающих участие. Ровно на час в Казани полностью отключаются подсветки Государственного совета Республики Татарстан, Казанского Кремля, IT-парка и многого другого. И Казанский федеральный примет участие в этой акции. Во всех зданиях ровно на час будет отключен свет. Мы узнали мнение жителей Казани об этой акции. Расскажи о важности. Как думаешь, нужно ли проводить эту акцию? Я считаю, что нужно. Все-таки какая-то важность есть в этом. Хотя бы выключить свет, мне кажется, это уже будет какой-то вклад в эту акцию. Да, я слышал. У меня это профессионально. Я инженер-эколог. И сюда, собственно, в Казань приехал по командировке. Это, конечно, полезно для популяризации, особенно среди детей, допустим, и просто не знающего населения. Но в целом это только первый шаг на пути к экологическому образованию и уже пониманию того, что нужно делать и как защищать природу. Акция «Час земли» я считаю, что она нужна, так как все-таки люди отключают свет на час. Они экономят электроэнергию. Это и хочет более бережно относиться к потребляемой энергии. Мне нравится эта акция. В принципе, нужно. Это сплочает весь мир. Это бережет энергию. И только плюс я в этом вижу. Потому что один час за год потратить как-то несложно, но и приятно. В это время в домах выключается свет, гаснут подсветки архитектурных сооружений и памятников, отключают и электричество на самых разных объектах, в том числе и на десятках достопримечательностей по всему миру. Эта акция как символ бережного отношения к природе. Из года в год она привлекает к себе все больше внимания. Это делается для того, чтобы люди стали с уважением относиться к окружающему миру. Конечно, отключение света всего на один час не сможет заметно улучшить экологическую обстановку на земле. Но эта акция, по мнению организаторов, поможет понять жителям нашей планеты важность экономии электроэнергии и даст возможность каждому неравнодушному человеку внести свой вклад в сохранение здоровья нашей планеты. Принять участие в крупнейшей в мире экологической акции может любой желающий. Для этого нужно 25 марта в 20.30 выключить у себя дома ровно на один час свет и различные электроприборы. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. На этом у меня все. Смотри Универ Ньюз и будь всегда в курсе всех самых свежих новостей. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok